На огонёк Мы снова в студии. Прекрасное начало, но это ещё не конец. У нас ещё много сюрпризов, да? Bueno, nosotros... Rapidito les cuento. Bueno, se retiraron ya los representantes de la Embajada de Federación Rusa. Nosotros teníamos el jefe de la sección consular. Teníamos a la primera y segunda secretaria de la Embajada, la señora Merina Filipenko e Irina Irmakova. Nos estaban... Tratamos de hacer, concentrar en ahora un montón de temas que les interesan mucho cómo a nosotros, a nuestras compatriotas, como también a los argentinos, Это программа для родителей в России, которые могут дать родителей, которые могут родители, которые могут родители. И потом, они также могут иметь русский язык, чтобы иметь русский язык, чтобы иметь ручку. И потом, они будут изучать 30 бекарные. Бекарные 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 бекарные, которые могут быть для любого, которые обернутся не только наши compatriоты, но и наши, могут быть argentиновые, которые могут изучить учебу русский язык, кино, ingenierуя, экономия. И он говорит, что в основном, что они спрашивают инженерия и экономия в России. Но также есть филология, семиология, ну, есть как раз, как раз, как раз. Потом мы говорим о том, что он получил 100 лет, который русский композитор, Рахманинов, один из самых крупных, самых крупных композиций в мире. И как он был иммигран, тоже есть очень интересная история, он иммиграл в Америка, в Нортоамерика, и, в этом году, он помогал с концертом, в эпоха в II. Герра Мундиал, он помогал с концертом для солдата в войны. О, он был патриотом, который, по ситуациям, как многие из нас, он был виноват в свою патрию. Ну, много интересных вещей, мы говорили, он был виноват в Россию. когда закончилась Вторая война, когда Европа и Америка и Соединенные войны сказали, что хватает от Hitler, хватает от фашизма, и провели финансовую войну, и неизбежно, трудно уничтожить, во всех странах, во всех странах, во всех странах, под самая война, странах силы в четырех странах. В pandemic-майской с最新 мира было в городе, и еще не в Бунин Он, в различных местах, как Доро-Ривадавия, как Мар-д-Плата, в различных местах, с организацией, в различных местах, в различных местах, для празднования, в том числе, в том числе, мы будем проводить все эти события, каждый месяц, 26, 4 мая, в начале, в начале, в начале, в начале, все это мы будем проводить в нашем программе. И, ну, что еще больше? Ну, мы comentали, мы повторили, что, ну, мы говорили, что, 8 в месторе, будет, что, в начале, в Пушецаре, в России, Матушкарус, как это говорят в русском, и в этом программе, В этом году мы еще не один раз говорили, чтобы об этом говорить, конечно, это были действительно очень интересные, важные гости, как и все вы для нас. И что у нас, конечно, как мы уже говорили, есть еще масса всяких интересных вещей. Я предлагаю начать с просмотра рубрики уже всем полюбившейся. Это агент Тати Селезнева, и она расскажет нам о, опять же, вариантах недвижимости, которые можно здесь либо приобрести, либо снять, пока что в черке Буэнос-Айреса. Давайте я напомню, Нолушка, что у нас на прошлый понедельник присутствовали официальные представители этой организации. Он рассказал очень много интересных вещей для наших соотечественников. Там и форма вложения, капитал вложения, как говорится, как в кирпичи, как говорили в свои годы наши дедушки и бабушки. Да, действительно, и те предложения, о которых рассказывал Хаакин, сам владелец этой компании «Лельхаус», они действительно потрясающие. И стоит не раз еще об этом поговорить. Вернуться к этому вопросу, да. Там придет либо его специалисты, либо всю информацию вы можете также узнать через нас на нашей странице «Наш Огонек», все есть данные Татьяны Селезневой, которая, в общем-то, и представляет здесь нашей программы агентство недвижимости «Лельхаус». Мы хотим, потом мы поблагодарим всех наших помощников, которые потом мы обязательно не забудем. Мы обязательно это сделаем. Мы сегодня не поблагодарили в самом начале, потому что у нас немножко было, как бы… Мы спешили. У нас спешили, у нас были важные гости, и они должны были, как бы, в течение часа успеть с них, как бы, взять всю информацию, которую мы с ней хотели получить. Но, как бы, мы не получили все, но, по крайней мере, постарались. Ну, во всяком случае, да, мы, безусловно, старались максимально, чтобы гости наши рассказали о, скажем, о самых важных событиях, которые происходят вот в консульстве, в посольстве, о наших планах, о планах наших соотечественников, о переселениях и о школах. И, я думаю, эта тема настолько многогранная, о которой стоит продолжать говорить. Ну, и, я думаю, что, в этом смысле, я хочу сказать, что мы будем с вами говорить. Она будет в студии, она с нами на передачу. Мы давайте посмотрим рубрику. Очень интересно, да, у нас сегодня подготовила Татьяна, репортаж. Ну, не буду я, наверное, рассказать. Давайте посмотрим рубрику и посмотрим. А мы делаем, РепIF, если неважны к нашим, tenemos поддержку, мы ни один недостаточно поддержку. И, если мы, если приедем ли мы их уже не полностью, потому что ихhtущие сама заводnent, и всеми понимаем. И мы отлично слушаем нас передачи, даже нам забываем, как бы, что у нас программа идет дальше, и, И, ну, в общем, вот насчет вот этой программы, очень интересная была поводка, что мы слушали как раз, пока не будут ставить как раз эту рубрику. Я хотела бы немножко напомнить нашим слушателям, что мы слушали в прошлый раз. Давайте я попрошу Рудольфа поставить Татьяну Тати Селезневу, вот, и мы посмотрим все-таки репортаж, и потом уже можем как бы обсудить эти все в деталях. Потому что очень интересная программа. Всем привет! С вами Татьяна Селезнева, специальная программа «Наш Аганек». Сегодня мы вам покажем одну квартиру в районе Саведра. Это опция для аренды на два года по контракту и, естественно, со всеми условиями, которые требуются и по закону. То есть с гарантом либо сиура-каусен, либо гарант недвижимости. Сколько стоит снять квартиру в этом районе? Если это маленькая квартира, примерно от 30-35 квадратных метров, это может стоить 12500-14000 пес в месяц. А если эта квартира побольше, как эта, 45 квадратных метров открытых, это стоит 15500-16000 пес в месяц. А вот так выглядит Саведра с балкона квартир. Этот район, он очень-очень зеленый и окружен парками и скверами. Хотя тут и находятся многие проспекты, район этот более-менее достаточно спокойненький. Вот, а сейчас мы находимся в квартире, которая состоит из 45 квадратных метров открытого помещения. Это кухня вместе с открытой большой комнатой, которую можно сделать, разделить ее, чтобы была одна отдельная спальня. Вот тут, от права от нас находится ванная комната с мебелью, зеркалом, ванная душевая. Справа от нас осталась входная дверь и домофон с видеодоступом. А прямо-прямо балкон и вот такой, опять-таки же, зеленый вид на парк Саведра. На сегодня это все. С вами была Татьяна Селезнева. До встречи на программе «Наши гонек». Всего доброго! С вами была Татьяна Селезнева. Этот сюжет был у района Саведра и Татьяна показывала несколько квартир для съемок в пределах 12-15 тысяч песен. Ну, мы видим для наличия, и очень линдые departamentos, в офисе от компании, и она рассказывает в том, что форма, в том, что базе, как можно гарантировать в наличии, для того, что наша люди не потеряны, и они уверены в том, что они будут с серием, с эффектом, с эффектом, и они дали информацию justа. Я говорю, что наши люди могут быть спокойны, что, в общем, это люди очень серьезные, они дадут информацию полную, и подадут это, вот, как бы, будут и серьезно подойти к этому вопросу, который к ним обратятся, и с уважением, потому что много раз приходишь к людям, которые тебе не дают полную информацию, ты попадаешь в какую-то такую, знаешь, как бы между двумя... То, как ты не понимаешь, что ты делаешь. И потом приходит какой-то момент, когда все это тебе выливается, какую-то сумму непонятную, потому что тебе с самого начала не говорят всю информацию, и ты попадаешь в какой-то, знаешь, как это, между двумя этими какими-то такими, не знаешь, куда выйти, или вообще бросать эту историю, там, переехать на новую квартиру, или же... А тут они серьезно подходят к этому вопросу, и объясняют все подряд, подробно, как можно, какие гарантии нужны, и человек, как бы, без сюрпризов войдет другой себе, найдет себе квартиру. И тем более, может вложить совершенно небольшие средства, которые он имеет. От двух тысяч долларов всего ты можешь уже вкладывать в строительство, например, гаража, например, да, или парковочного места, и оно будет уже приносить прибыль, и ты таким образом можешь собирать средства для того, чтобы в дальнейшем купить что-то себе. Ну, вкладывать. То есть, эти вклады действительно... Потом эти вклады могут быть, если ты, например, не до вложил до полной суммы для покупки или квартиры, или же гаража, то потом сумму ты можешь себе ее забрать, но уже с процентами, которые нарастают у тебя суммы, ты можешь, да, уже как бы... Или вкладываешь и заканчиваешь, строительство закончено, или же ты можешь просто как финансир, финансировать это строительство, а потом тебе за это интересы, тебе дают за это проценты, и ты получаешь сумму уже увеличенную. Это очень замечательные варианты, так что если вас интересуют подобные, вообще более подробно, всегда можно... Если вы даже не приехали недавно в Аргентину, не разговариваете на испанском языке, то помните, что наш агент АТИ Селезнева работает в этом агентстве и может вас надеть полностью информацией и проверенной информацией, вы можете целиком полностью доверять, потому что мы всегда проверяем, прежде чем наши факты, нашу информацию, прежде чем ее донести до вас, дорогие зрители, поэтому не переживайте. У нас уже все люди обеспечены, надо закладывать себе желание, оно обязательно сбудется, только было бы желание. Ну, у нас еще впереди масса сюрпризов, а сейчас опять реклама, потому что у нас буквально подпирают разные события, разные мероприятия, и мы не успеваем с вами, дорогие друзья, пообщаться долго, но это хорошо, мы растем, мы развиваемся, это прогресс, это успех. Так что давайте оставайтесь пока что еще с нами, у нас еще один влог, а сейчас небольшая реклама. Bueno, vamos al corte y ya volvemos. Субтитры сделал DimaTorzok